Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков и сегодняшняя история про собаку по имени Доби. Эта история произошла случайно, хотя наверняка сейчас кто-нибудь скажет, случайность не случайной, так должно было быть. Почему я говорю, что это случайно? Потому что я встретился с Доби просто потому, что я ошибся дорогой, я поехал туда. Как это было? Еду я по дороге, это не скоростная трасса, это второстепенная дорога. И в какой-то момент я понимаю, что я еду куда-то не туда. Я ошибся, я ошибся поворотом. Эта дорога ведет в деревню, в которой мне не нужно было. Мне нужно было развернуться и вернуться обратно. Еду, вижу, значит, с левой стороны съезд с дороги, я съезжаю, ну, чтобы развернуться. Съехал туда, это какая-то была заброшенная стоянка, не асфальтированная, довольно-таки немаленькая. Стоянка, почему? Потому что она была ровная и в конце у нее было какое-то даже здание. Ну, как бы это не здание, это не дом, непонятно что, какие-то развалины. Я остановился, беру телефон, значит, беру телефон для того, чтобы посмотреть, куда мне нужно ехать и куда я заехал. Значит, смотрю я в телефон и вдруг я краем глаза вижу, как бежит собака. Ну, мне так показалось, бежит собака и несет что-то в зубах. И вроде как она забежала за дерево. Я выхожу, иду искать. Иду, значит, смотрю, никакой собаки нет нигде. Я еще посмеялся сам над собой, думаю, ну, тебе уже собаки мерещатся. Решил я пройтись до конца поля, до конца этой стоянки, дойти до этих развалин, для того, чтобы посмотреть, может быть, щенок убежал туда, хотя вряд ли, потому что я вышел с машины практически сразу, и я бы его видел. Я вернулся в машину, взял сухой еды и пошел к этим развалинам. Отошел я от машины примерно метров на 10, поворачиваюсь и вижу, как под деревом сидит собака. Это мне не показалось, на самом деле был щенок темного цвета и держал что-то в зубах. Я разворачиваюсь, иду к нему, начинаю его звать. Он видит меня, поворачивается и бегом. Теперь эта стоянка находится в таком месте, что куда бы собака ни бежала, она может выбежать на дорогу. Собака бежит, я остановился, я не стал идти за ней быстро, потому что стал бежать за ней, потому что я боялся, что она убежит, и я ее не найду вообще. И я стою и смотрю. Собака продолжает дальше бежать по направлению к выходу, и залазит в какую-то, опускается в какую-то яму. Я смотрю, значит, под дорогой, через которую я сюда проезжал, вкопана труба. Труба. Это труба для слива воды, ну когда дожди, для того, чтобы вода не заставилась на стоянке. Труба не маленькая, но она забросана каким-то мусором непонятно чем. Есть небольшая дырка, я вижу, как собака залезла в эту дырку. Я остановился, думаю, я подожду. Щенок вылез из этой трубы, в зубах она держала обгрызанную кочерыжку кукурузы, она побежала и легла под деревом. Я потихоньку стал к ней подходить, пытался убежать, у нее упала кукуруза, тут же она сразу стала опять ее грызть. В общем, поэтому из-за того, что у нее упала эта кочерыжка, я мог каким-то образом подойти и дать ей еды, она была очень голодна. Вот, порой ты грызешь. Иди-ка мне. Иди-ка мне. Иди-ка мне. А, смотри, смотри, что у меня есть. Иди-ка мне. Иди-ка. А, смотри. Ай, смотри, что у меня есть. Я не веду закругу. Девочка. Какая-то не видела? Дорога уже сходила. Так. Так, 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 так. Все, все. Девочка. Все, 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 все. Все, все, все. Все, все, все. Все, все, все. Накару забрось. Я в этом году не могу сбросить. Пошел. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Видишь, как у тебя? Все, пошли. Пойдем. Кукурузу, брось. Кукурузу. Сиди здесь. Сиди здесь. Сиди здесь. Сиди здесь. Сиди здесь. До конца этого. Ну, как мясо заброшено. Такая стоянка. Непонятно от чего. Посмотрел, может быть он не один. Потому что маленький. Еще много у него никого нет. Ни мамы, ни других собак. Ну, он один. Я думаю, что его опять же с дороги. Потому что тут трасса, вон там дальше. Я думаю, что его просто завели. В ближайшую деревню и здесь оставили. А он добежал, куда он добежал. И все. Я здесь, как обычно, в США случайно. Ну, как всегда. Все. Ну, как всегда. Смотри. 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 Все. Все хорошо. Ты красавица. Пять девчонок. Не на девчонок. Не на девчонок везет. Уши. Ты вроде не поломана. Все. Ладно. Сейчас остаемся. Сиди. Стой, стой. Подожди секунду. Ну, ты не сметись ты. Все будет хорошо. Ну, сядь на место. Сядь на место. Нет, нет. Сейчас тебе дам есть. Тихо. 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 Не спеши. Я тебе дам. Кошмар. Все. Все. Тихо. Сейчас дам тебе еще. Тихо. Успокойся. Окей. Окей. Я тебе дам еще. Есть много. Есть много. Секунду. Секунду. Дыши еще. Успокойся. Все. Успокойся. Все. Все будет хорошо. Сейчас тебе дам еще. Остань. Сейчас будем делать достаточно. К сожалению, будем много резцев. Оно не таково Всё, 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 звукойся Всё, всё, звукойся Всё, 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 тихо Всё, всё Всё, не бойся Эти постели такие, чтобы было помягче Тихо, тихо, тихо Если что, напосеешь прямо сюда, не бойся Хорошо? Всё, слайся, а-а-а Хе-хе, красави Не балуйся Ты же знаешь, баловаться нельзя Всё Должна быть послушной девочкой Правильно? Правильно Давай договоримся с тобой Стой Мартышка Давай так Всё, ты уже в машине Ты не на улице Ты уже не бездомная собака Всё, успокойся, хорошо? Без всяких этих Всё, лежи спокойно Отдыхай Ты поела, попила Всё, сейчас будем думать, что с тобой делать Всё, поехали Пока мы ехали, она всё время просила с ней на руки По дороге ей стало плохо Её вытошнило Какой-то гадостью Какими-то листьями Непонятно, что она там ела Ну, в общем, какая-то гадость Каким-то мусором Её вытошнило Это было хорошо Очистило желудок от разной гадости Мы переехали в приют Я хотел сделать несколько фотографий Для того, чтобы уже вечером сделать Объявление о том, что она ищет дома Я не мог сделать фотографии Я не мог её сфотографировать Я не мог её оставить Я её оставлял Отходил в сторону Она тут же бежала ко мне Я не мог даже Направить на неё Ни телефон Ни камеру Ничего Она тут же Она очень сильно боялась Что её опять бросить В конце концов Я сел на корточки Приготовил камеру Вот так её на руках Вставил в сторону Убирал руки Быстро фотографировал Для того, чтобы хоть что-то сфотографировать Нет, я тебя не брошу Ты что? Даже не брошу Что такое? Я тебя не брошу Не бойся Ты что? Ты что, ребёнок? Мой девочка Ты что? Ты боишься? Не бойся Я держу на руки Всё Не брошу тебя Не бойся Ты что? Ты что? Залез на руки от страха Всё Давай У меня нет ошейника для тебя У нас есть с тобой ещё время Поэтому мы с тобой Пока просто походим Здесь хорошо Посмотрим Всё с тобой нормально? Да? Игорься Идём В приюте её проверили на наличие датчика Датчика у неё не оказалось, естественно Поэтому она официально бездомная собака И она осталась в приюте Так закончился её первый день На следующий день я приехал Её надо было отвезти на передержку Потому что в приюте стараются, чтобы маленькие собаки не жили в приюте Ну, во-первых, потому что у них нет прививок Во-вторых, потому что дома лучше Хотя в приюте у них есть такая отдельная комната Практически как дома Ну, дома есть кто-то, кто ещё гладит И можно лежать на диване Или грызть диван Ну, в общем, можно развлекаться Опа Опа Тидюк Сиди Опа 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 Поехали 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 Так Сиди, пожалуйста, прилично Видите себя прилично Хорошо? Не балуйся Ты хочешь на ручки, но иди на ручки Ну, зайди за нас Сиди сюда Иди за нас Ну, давай иди Иди ко мне Иди за нас Ой Поехали Так, хочешь так сидеть? Иди сюда Так Здесь я буду тошнить Ты мне скажи Дай мне какой-нибудь знак Хорошо? У нас есть маленькая проблема Да? Да? Нас укачивает Поэтому Мы едем И как только нас начинает укачивать Надо останавливаться Чтобы Ее величество Доби Чуть-чуть И стало полегче Короче, мы тошнотики Нас укачивает Доби, ты должна гавкнуть один раз Я хоть Должен же услышать А то все ребята слышали А я нет Это остановка номер два Нам ехать на самом деле 40 минут Но если с такими темпами мы будем ехать Мы далеко не уедем Но ничего не поделаем Ура Ура Доби Доби И все таки нас дошли Ура Будем убирать Привез ее к ребятам Она будет у них несколько дней И выходные Они привезут ее на день усыновления В следующий раз я должен был встретиться с Доби В субботу Но у меня не получилось Я сейчас объясню почему На следующий день В 12.30 я получаю сообщение От нашей очень умной системы Которая следит за больными коронавирусом Сообщение такого плана О том что я был в близком контакте С больным коронавирусом И мне надо срочно зайти в самоизоляцию И это на самом деле так и было Потому что один из моих сотрудников С которым я проработал полдня вместе Оказался Он на следующий день почувствовал себя плохо Его проверили Он оказался носителем коронавируса Поэтому мне надо было просидеть дома Там 10 дней Не выходя никуда Со мной все хорошо Не переживайте Так получилось что я не мог приехать В тот день когда забирали Доби В ее счастливый день Я не знаком с этими ребятами Но мы переписываемся с ними по интернету Очень хорошие ребята На самом деле Война попала в очень хорошую семью Они прислали мне фотографии и видео Я обязательно к ней поеду Где-нибудь через полгодика Посмотреть как она выросла Очень интересно какой собакой она станет Вот так закончилась история Доби Повернул не туда Называется Случайность не случайный Может на самом деле так должно было быть Да скорее всего так должно было быть На сегодня все Берегите себя Удачи всем Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok